Кинокомпания JVJ Enterprises представляет На свете существуют такие люди, которые заранее могут видеть будущие события и несчастные случаи. Ученые назвали эту способность предвидением или предчувствием, экстрасенсорным восприятием. Такая способность есть и у этих глаз. Они видят предстоящие события во всех деталях. Это глаза героини нашего фильма Дэви. Общежитие для девушек Пачгани Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Деви, что случилось? В чём дело? С тобой что-то не так? Я видела какого-то человека в чёрном плаще. Потом одну девушку, она сушила волосы. Лица я не видела, но мне показалось, что я её знаю. А потом револьвер. Потом что-то случилось. Из её рук выпал фен. Я всё это видела своими глазами. Только что видела. Но где видела? Здесь же никого нет. Да. Где я это видела? В моих видениях. Я же не могла это придумать. Но я всё отчётливо видела. Видела своими глазами. Да ладно. Ты смотришь много фильмов. Вот и всплыл какой-то фрагмент из страшного фильма. Нет, Судха. Я раньше никогда такого не видела. Значит, тебе померещилось. Всякое ведь бывает. Нет. Не померещилось. У меня плохое предчувствие. Я чувствую... Чувствую, что-то случится. Ты понял, Суни? Сегодня ночью? Да, сегодня. Я буду ждать тебя. Ладно, до встречи. Пока. Испугалась. Сунил ты? Сунил ты? Сунил ты? Сунил ты? Сунил ты? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасайся кто может Что случилось? ДимаTorzok 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 Дэви, что-то страшное приснилось? ДимаTorzok 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 Говорят, если увидишь кого-то во сне мёртвым, этот человек будет жить долго. Дай бог, чтобы эти слова были правдой. А я-то испугалась, что... Как дядя поживает? Хорошо. Он уехал в Калькутту. Значит, ты одна дома? Сестра, будь осторожна. Не волнуйся за меня. Учёба хорошо идёт? Да, сестра. Сестра сегодня приходил с Унил. Зачем? Он мне совсем не нравится. Я прошу тебя, запрети ему приходить. Ладно тебе. Чего ты сердишься? Он всего лишь мой друг. Не спорь со мной. Лучше подумай над тем, что я сказала. Ладно, кладу трубку. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Будь осторожна. Трусишка. Ну, успокоилась, наконец? Не совсем. Не знаю почему, Но мне Немного страшно. СООБЩЕНИЕ НЕОВЫЕ ВИЗМИЕ Алло. Алло. Говорите скорей. Алло. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аджит Вачани, Джай Калгуткар и другие Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Режиссер Паркхо Гхош Добавил субтитры DimaTorzok 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 Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю вас. Большое спасибо. Вы... Поздравляю. Желаю счастья в личной жизни. Я присоединяюсь. Хороший человек. Это ваш друг? Мой? Я не... Я думал, это ваш друг. Нет, я ни одного из них не знаю. Что-то господина дата не видно. Наверное, занят. На свадьбе дочери много хлопот. Господин, вы присаживайтесь. Проходите сюда, проходите. Хотите сгурить? Хорошие, правда. Привет, меня зовут Палам. Я из Хайдарабада. Вот и езжай туда. Кто это? Кто? Здравствуй. Деви. Как ты? Ты меня совсем забыла? Ничего подобного. Познакомься. Это мой муж. Здравствуйте. А это моя подруга Деви. Куда ты смотришь? Гост стоит прямо перед тобой. Вон туда посмотри, видишь? Да, да, там. Этих двоих. Их никто не приглашал в гости. Сами пришли неизвестно откуда. Ты уверена? Сейчас разберусь. Это ожерелье очень хорошо на вас смотрится. Будет еще лучше смотреться, если я тебя врежу. Прошу прощения. Как вас величать? Величие лишь в Боге, сотворившем этот мир. А меня зовут Павел. А его? Его зовут Рам Кумар. Как вы пришли сюда? Мы не пришли, нас пригласили. Такое большое приглашение прислали. Кто прислал? Господин Датта. Да, что-то его не видно. Какой, господин Датта? Как какой? Отец невесты? Это свадьба Судхи. Она дочь господина Матхура, а не Датты. Что? Ты ничего не напутал? Нет, у меня все записано в ежедневнике. Я его забыл. Какое сегодня число? 24-е. А теперь вы скажете, что ошиблись числом. Точно. Свадьба 25-го. Мы приехали 24-го. Совсем запутался. Еще подарок купил на 50 тысяч. Извините, мадам. Мы попали сюда по ошибке. Сейчас это очень часто случается. Сначала прикидываются гостями, а потом, глядишь, подарков-то и нет. Если только это, иногда выключают свет и пользуясь темнотой, снимают женщин дорогие украшения. Тот он расхваливал мое ожерелье. Слышите? Вы можете понять. Я очень хорошо понимаю таких, как вы. Внутри одни, а снаружи другие. Мадам, он очень богатый человек. Занимается импортом и экспортом товаров. У него своя строительная компания и огромный дом. Тогда почему он ходит по чужим свадьбам? Может, у него и банда есть? Вы переходите рамки приличия. Мы что, похожи на воров? Сделали подарок на 50 тысяч. Палом, открой и покажи им. Господин, может, не надо? Чего ты боишься? Покажи им. Дело не в страхе. Подаренную вещь нельзя брать в свои руки. Это портит репутацию. Я сам открою. Не надо открывать, господин. Ну, я и в лип. Не открывайте, господин. Не надо открывать. Прошу вас, не открывайте. Хоть раз в жизни послушайте, что я вам говорю. Нам очень попадет. Успокойся, хватит. Скорее исчезни, Палом. Иначе тебе мало не покажется. 50 тысяч. Эта пощечина будет стоить столько же. Эта пощечина, которую я не получил, вам будет дорого стоить. Лови его. Минуточку, минуточку. Подождите, господина. Проходите, господин. Разойдитесь. Ловите их. Не бейте меня, господин. Спасите. Помогите, помогите кто-нибудь. С работы он не выгнал. Если бы хотел выгнать с работы, то зачем бил? Зачем было так бить? Подойдите поближе. Здесь никого нет. Это же мое лицо. Какое оно было раньше. Красивое и милое. И все это он уничтожил. Как же это получилось. Досталось тебе, Палом. Одному тебе довелось хлебнуть. Столько горя. Слова даты сбылись. Теперь мое лицо действительно похоже на рваный башмак. Что теперь делать, Палом? Подайте, подайте денежку. Господь вас не обидит. Досталось тебе, Палом. Одному тебе довелось хлебнуть. Хлебнуть столько горя. Ты еще здесь? Еще не ушел? Господин, можете меня еще побить. Бейте мне сколько хотите, но только не выгоняйтесь с работы, прошу вас. Не выгоняйте. При этом условии. Вы только прикажите. Я из лампы джина достану. Сделаю все, что прикажете. Не надо тревожить джинов и вообще так усердствовать. Всего лишь разузнай, как следует от той, из-за кого тебе так досталось. Собери информацию, что она еще делает, помимо затевания ссор. Все, что скажете, господин. Тогда вы меня не выгоните. Иди, Палом. Ни сюда, ни сюда. Куда? Придется ей подрезать крылышки. Одну минуту, учитель. В чем дело? Дядя? Дядя, кто-то поставил свой лоток с паном напротив нашего дома. Дядя, вы слушаете или нет? Да-да, слушаю и наслаждаюсь. Хватит подпевать. Пусть он выключит музыку. Мне нужно заниматься. Ладно, ладно. Знаешь, какой-то богатый человек купил этот дом за 4 миллиона. И что? А то, что наслаждайся жизнью и не мешай другим. Можешь закрыть двери и окна, если тебе так мешает. Значит, вы ничего не будете сделать. Ладно, я сама разберусь. Делай, что считаешь нужным. Это тебе мешает, а не мне. Эй, вы, 4 миллиона. Сделайте потише. Сейчас я вам покажу. Вы слышите или нет? Ладно, сейчас услышите. Кто это кинул? Ты? Здравствуйте. Дэвид, живы? И это тоже ваше? Вы сюда добрались? Тогда вам интересно будет узнать, что здесь живут порядочные люди. Если я еще раз услышу такую громкую музыку, то буду кидать не в окно, а в голову. Понятно? Своим поступком вы показали, что считаете меня плодоносным деревом. Ведь только по ним кидают камнями, не так ли? Замолчи. Я не хочу с тобой связываться. Правильно. Ведь для этого нужно спуститься вниз. Или мне подняться. Мерзавец. Спасибо. Очень хорошо. Брось ты, господин. У нас и так плохие времена. Да нет, Павлом. Как раз сейчас начинается светлая полоса. Вот увидишь. Первый подарок любви. Подарок? Кто это? Кто? КОНЕЦ 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 не подходи я говорю не подходи ко мне кто ты это я не подходи не подходи я ударю ударю это я с унил в чем дело с унил ты видела даже через пять лет я ничего не забыл здорово я тебя напугал идиот я чуть не умерла от страха пусть умрут твои враги но все же признайся здорово напугал было похоже что пришел убить тебя да постой когда ты вернулся из лондона хотя бы письмо написал я бы тебя встретила да ладно как ты вошел в дом очень просто открыв ключами дверь как и все входят но откуда у тебя ключи просто я приехал еще вчера тебя не было дома встретился с дядей он дал мне ключи подумал надо использовать случай чтобы тебя напугать кстати где дядя что-то его не видно он уехал по делам в полу завтра должен вернуться он рассказал мне армия не могу в это поверить но это действительно случилось пять лет назад сестра пропала без вести она никогда не вернется она умерла как ты можешь это утверждать может она и в самом деле потерялась в один прекрасный день возьмет и найдется нет сунил этого не будет мое видение не может быть ошибочно ах вот в чем дело вот почему ты убиваешься между делом хочу узнать меня ты когда-нибудь видела или нет я до сих пор хожу с тем кольцом снова завел старую песню лучше скажи что собираешься делать дальше дальше жить буду здесь и умру здесь куда я могу отсюда уйти через три дня мы должны устроить представление представление да мы делаем огромное представление тебе придется стать моим партнером и не вздумай отказывать но ведь никаких но три дня достаточно для репетиции где будет шоу дамы и господа наше ожидание подошло к концу наш главный гость господин кумар ран кумар уже прибыл господин кумар не нуждается в представлении он построил в городе две больницы и три школы и сделал еще много полезного для города в целом я хочу пригласить господин кумара на эту сцену и попросить его сказать пару слов в начале нашей программы этот хулиган такой большой человек я его знаю он очень хороший человек дорогие друзья я хочу сказать что желаю вам всего самого наилучшего я хотел остановиться на этом но кто-то передал мне вот это письмо и попросил прочитать это письмо здесь это вопрос его жизни и смерти это письмо посвящается дэви джи здесь наверняка много дэви но именно то дэви должна внимательно слушать дэви джи я не тот за кого вы меня принимаете вы даже не представляете кто я я жажду вашей любви никто не узнает кто написал это письмо но вы то догадаетесь я посвящаю вам эти строки я жаждущий любви подобно суши томящийся в ожидании дождя томлюсь я в ожидании твоей любви так награди меня ее дождем дэви джи джи вы слышите желаю удачи успеха вам спасибо смысл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 является символом истины, святости и красоты. Ее звук соединяет сердца, дает знак к повороту в жизни. А если хорошенько размахнуться и кинуть, то... Я хочу попросить Дэви Джи выйти на сцену. Поздравляю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Дочка, предложи господину Кумару присесть». Конечно. Дело в том, что у меня сломался телефон, вот я и... Это очень хорошо, что у тебя сломался телефон, по крайней мере, благодаря этому ты вошел в этот дом. По-моему, ты уже познакомился с Дэви в соревновании по метанию камней. Дядя! Сначала ты позвонил. Спасибо. А потом посидим, поболтаем. Спасибо. Алло. Мистер Чандра? Да. Подъезжайте прямо к суду. А бумаги? Я все взял, встретимся там. Хорошо. Суд выдал разрешение, теперь можете считать, что вы получили ваш дом обратно. Поздравляю. Документы, деньги я сдал. Хорошо. Ах, да. Вы не хотите поехать и взглянуть на ваш особняк? Конечно, почему нет? Идемте. Ваш отец не продавал этот особняк Чуну-Лалу, он его заложил. Шесть лет ушло на то, чтобы расплатиться за все, включая проценты. Подумать только, такой дворец стоит по меньшей мере десять миллионов, а он хотел заполучить его за шесть. Это хорошо, но когда снимут замок? Самый большой через пятнадцать дней. Если вы женитесь через пару недель, то первую брачную ночь можете провести здесь. Поехали. Слушаю. Ты думала обо мне? Зачем садишься? Могла бы лежа говорить? Хорошо смотрелась. Кто ты такой? Вы спрашиваете, кто такой Галеб? Будете кого-то ждать или позволите мне сказать? Теперь поняла. Надеюсь, я не потревожил вас. Если я скажу да, положите трубку. Вы этого не скажете, и мне не придется класть трубку. Ну что, я прав? Ваша улыбка прекраснее всех самых прекрасных улыбок. Почему вы стали серьезной? Ладно, больше ничего не скажу. Только улыбнитесь. Вот так-то лучше. Куда вы все смотрите? Поговорите со мной. Знаете, Дэви, когда вы прикасаетесь к своим волосам, то кажется, что сейчас из темных туч на землю дождь польется. Удивительно. Вы что, можете видеть по телефону? Если глаз зорок, то человек и по телефону может видеть так же, как я вижу вас. Дэвид, у вас очень красивые ноги. Как вам? Как вам не стыдно подглядывать в чужих домах? Привет. Привет, потому что я купил дом напротив вашего. А мне какое дело? Хватит разговоров. Я хочу спать. Одно условие, всего одно. Скажите, что во сне тоже будете со мной разговаривать. Мне такая ерунда не снится. Что вы сказали, что я ерунда? Очень хорошо, Дэвид, Джи. Тогда я не положу трубку до самого утра. Почему же только до утра? Можете так хоть всю жизнь просидеть. Пусть я умру, но всю жизнь не положу трубку. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Продолжение следует... Продолжение следует... То? Вы не ошибаетесь. Слава Богу. Я буду ждать вас у вашего дома. Скажите, Дэвид Джи, что ее ждет Кумар. Так вы и есть, господин Кумар? Да. Но она уже уехала. Уехала? Да, она просила передать вам письмо. Письмо? Вы, наверное, удивитесь этой записке, мистер Кумар. Но встретиться со мной не так-то просто. Если вы сможете найти меня до трех часов, то я навсегда... А если вам это не удастся, то больше вы меня не увидите. Так что запомните, сегодня до трех часов. Что за шутки? Это интересно. Пускай поищет меня. Посмотрим, какой он прыткий. Если он меня по-настоящему любит, то обязательно найдет. Я не думаю, что он найдет тебя. Ты зря все это затеяла. Любовь не так легка. Любовь не так проста. Поймите одно. Она как огненная река. И нужно плыть по ней. Ну что, Дэвид Джи, где ваш Меджнон? До трех часов осталось всего лишь пять секунд. Что ты теперь думаешь? Наверное, я зря это написала. Но мое сердце говорит, что он придет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброй ночи. Пока. Пока. Я, пожалуй... Нет, Кумар, останься. Мне нужно поговорить с тобой. Кумар, если я не ошибаюсь, ты и Дэви, вы нравитесь друг другу. Если ты не против, то я хочу, чтобы ваша свадьба состоялась как можно скорее. Дэви, постой, куда ты убежала? Дэви! Ну вот, застеснялась. Я прошу вашего позволения удалиться. Я приглашу пандита и назначу день свадьбы. Как считаете нужно? Мне всего лишь сидеть на свадьбе. До свидания. Дэви! Я напеюсь, ты рада. Если честно, Кумар мне очень нравится. Ты выйдешь замуж, и этот дом опустеет. Если бы Рома была здесь, то как бы она была рада, что ты выходишь замуж? Каждый день я только о том и думаю, что она когда-нибудь вернется. Но теперь кажется, что... Сестра! Сестра! Ты скоро сама останешься в статуе, пока пишешь об этих скульптурах. Очень хорошо. Тогда ты будешь мне поклоняться. Я это и так делаю, и сейчас делаю. Только выйди на улицу. Зачем на улицу? Так, есть одно дело. А что ты прячешь за спиной? Поли! Я тебе покажу Дядя Хватит, я совсем мокрый Сегодня в поле Деви? Посмотри, хорошо смотрится Очень красиво Где купила? Неважно где, но в том магазине был единственный экземпляр Тогда зачем передо мной хвастаешься? С чего ты взяла? Разве нет? Если покупаешь, бери две вещи Что это за ребячество? Я не дам тебе носить Ищи где хочешь, но принеси мне такое же Я знала, что ты так скажешь, поэтому купила сразу два Дуреха Когда-нибудь было так, чтобы я что-то купила себе, забыв про тебя? Спасибо Поздравляю вас Я очень рада за вас Познакомься, это Сушина Поздравляю Сунил? Поздравляю вас обоих с законным браком Спасибо Почему ты так поздно? Извини, Деви немного задержался, пока искал твои любимые цветы Ты хорошо знаешь, что ей нравится Конечно, господин Кумар Вы забываете, что Деви стала моим другом очень давно А вашей женой только сейчас Зачем так сердиться? Что я такого сказал? Но я тоже хочу заметить, что после того, как девушка выходит замуж Все ее прошлые отношения уходят на задний план Я не чердился? Очень хорошо Большое спасибо, что пришел Поздравляю вас с господин Кумаром Благодарю И вас тоже Спасибо Примите это как подарок Что это? Документы на дом и ключи Я же говорил, что сможете провести первую брачную ночь уже в своем доме Так что очистите одну комнату Это ее обязанность – приготовить спальню Когда она это сделает, тогда мы туда и поедем Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Почему отвернулся? А что мне еще остается делать, как не отворачиваться? Но в чем дело? Что ты вырядилась, как европейская дама А что? Что плохого в этой одежде? Что хорошего в этой одежде? Как выглядит наша индийская невеста? Ну и как? Стесняется Прячет лицо за Анчелом Сари И не идет сама Ее силком заталкивают в комнату А ты? Значит, вам нужна такая жена Подождите пару минут Сейчас я ее пришлю Чего толкаешься? Уйди Я не пойду Мне стыдно Послушай, не толкай больше Куда вы уходите? КОНЕЦ Вот теперь очень хорошо Ты там, я здесь КОНЕЦ Деви? Очень интересный подарок КОНЕЦ Здесь тоже ракушка А здесь две Такое впечатление, что какой-то фестиваль ракушек И мне так кажется Здесь должна быть статуя А в этой коробочке, наверное, кольцо Открой, посмотри Надеюсь, там не ребенок ракушки Клянусь Я никому не говорил о том случае Когда ты разбила мне стекло КОНЕЦ Гарса, Мага, Са你是 Патхан, Непа, Пага, Харега, Па Гарса, Памар Ри, Ри, Га Парага, Са Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Убили, ее убили. Спасите, пожалуйста, спасите её Что случилось? Мы не знаем Что случилось? Кто кого убил? Он убил эту женщину Спасите эту женщину Спасите, иначе он убьёт её Что с вами, то вы говорите, что кого-то убили, то убьют Вам, наверное, это приснилось? Нет, господин доктор Я это видела не во сне, но и вовремя Когда я что-нибудь вижу, это обязательно сбывается Я могу видеть то, что случится в будущем Поверьте мне, господин доктор Поверьте мне Я понимаю, такое иногда случается Вы, наверное, просто устали Сестра, видите ей снотворное? Нет, господин доктор, поверьте мне Спасите её Поверьте мне, прошу вас Спасите эту женщину Не пытайся меня запугать Это тебе дорого обойдётся, мистер Я сделала три копии кассеты и положила их в разных местах Если со мной что-нибудь случится, то первая копия попадёт к комиссару полиции, а вторая к журналистам Поэтому будет лучше, если я получу нужную мне сумму в течение недели Если до следующего воскресенья я не получу остальные 300 тысяч, то... Парвати До воскресенья деньги должны быть у меня Я не хочу больше ничего слышать Спокойной ночи Спокойной ночи В чём дело, госпожа? Почему вы здесь сидите? Надеюсь, всё в порядке? Да, в порядке У тебя ко мне какое-то дело? Прошу прощения, госпожа Господин ведь завтра... Нет, сегодня... Нет, завтра приедет А то дом ещё не приведён в порядок Да Выведи машину из гаража Я сейчас приду Хорошо, госпожа Проходите, мадам Проходите внутрь Заходите Проходите Проходите Здесь каждая вещь закрыта, будто лицо невесты Придётся снять этот покров Я Так даже притронуться боюсь Говорят, что если в доме хотя бы год никто не живёт То в нём поселяются Привидения А этот дом уже Шесть лет пустует Здесь даже телефон отключён Если понадобится, даже помощь не сможешь позвать Но вы не волнуйтесь, мадам Ваш верный слуга за пару дней Обеспечит вам телефонную связь Надеюсь, у вас здоровое сердце Вам не страшно здесь? Ты можешь замолчать? Да, мадам Уходи отсюда Да, мадам Вон, я всё сама сделаю Да, мадам Болтун Я и так не горю желанием оставаться в доме с привидениями Господь, храни нашу, госпожу Рам-рам-рам-рам-рам-рам-рам Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Деви, 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 что случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают 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 Мне кто-то позвонил и сказал приехать сюда. Но как ты здесь оказался? Мне тоже позвонили и сказали приехать через пару часов. Хорошо, что я приехал пораньше. Надеюсь, ты в порядке? Да. Идем. Деви, присядь на минутку. Что с тобой сегодня? Что это ты вдруг? Чувствуешь слабость? Нет, а что? Хочется прилечь, отдохнуть. Вовсе нет. Наоборот, хочется еще многое сделать. О, боже. Уж наверняка тебя тошнит? Тошнит? Почему? Почему меня должно тошнить? На кисленькое, наверное, тянет. Ненавижу кислое. Удивительно. Столько времени прошло впустую. Тебя не тошнит, не тянет на кислое. Ты не устаешь и не хочешь отдохнуть. Что происходит, в конце концов? Что происходит? Знаешь, сегодня сто дней. Сто дней? Сто дней со дня нашей свадьбы. А у моей жены ничего не происходит. Что должно было уже происходить? Что скажут про меня люди? Мое имя будет опозорено. Что? И я убегу отсюда. Что ты такое говоришь? Поздравляю с сотым днем супружеской жизни. Про годовщину я слышала. Но о сто днях после свадьбы слышу впервые. Сто дней, дорогая. И? И сегодня, ровно в семь вечера, вы приедете в ресторан. Там мы поужинаем. Потом поедем в отель «Медовый месяц». И потом... Потом? Потом. Потом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы себя чувствуете, сэр? Спасибо. Лучше. Я принесла вам журнал. Почитайте. А то скучно одному. Спасибо. И не забудьте вовремя принять лекарства. Хорошо. Ещё что-нибудь? Пожелание. Выздоравливайте скорее, сэр. Окей? Пока. 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 Ах... Матхов, дай телефон. Сейчас, господин. Дай трубку Сунилу. Кто говорит? Дэви, скажи Сунилу, это очень срочно. Журнал уже вышел. Нужно ехать к Парвати. Кто звонит? Ошиблись номером. Господин плохо себя чувствует, а тут ещё телефон. Господина нет дома. Матхов, Матхов. Да, господин. Я тебе покажу, господин, кто звонил. Правду говори. Звонила какая-то Дэви, говорила, что вышел в журнал, нужно ехать домой к Парвати. Ехать домой к Парвати. Хватит. С меня довольна, Парвати. Кончай свою игру. Я знаю, как спастись от полиции. Ты что, считаешь, что с брифулоса и бороду спасёшься от полиции? Можешь изменять свою внешность как хочешь, но от меня ты не спасёшься. Понял? Прекрати этот балаган. Отдай мне кассету. Нет, даже не мечтай. Похоже, тебе надоело жить. Ты и так заработала, сколько хотела. Если я не получу эту кассету, то... Если ты убьёшь меня, то он спасётся? Или ты спасёшься? Похоже, по-хорошему ты не понимаешь. Угу,josLEY Виталя! Угу. Угу. МОЭДОВАЮДИЯ ! Ус Стойте, подождите. Пожалуйста, помогите мне. Что? Что случилось? Кто ты такой? Куда ты идёшь? Стой! О боже, они все одинаковые. Нужно её как-то пометить. КОНЕЦ Где кассета? Я не знаю. А если бы знала, то не сказала. Вас всех поймают. КОНЕЦ Последний раз спрашивают. Где кассета? Не скажу. Ни за что не скажу. Не скажешь? КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что? Да, поверь мне, я сама видела, как Джаг Мохан убил Парвати Но где? Я сейчас звоню из дома Парвати В соседнем видеомагазине, тело Парвати до сих пор там А Джаг Мохан? Наверное, лежит в бассейне, Сунил Я нашла кассету сто дней Кассету? Послушай, никому её не отдавай Я скоро приеду тебе Пока я не приеду, не выходи из дома, слышишь? Хорошо? Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Деви? Деви? Деви, что случилось? Кумар В чём дело, Деви? Я ждал тебя в ресторане, почему ты не пришла? Кумар, Парвати убили Тебе снова что-то приснилось? Нет, я сама всё видела На моих глазах Джаг Мохан убил её Это было ужасно Тебе не нужно было туда ходить А если бы с тобой что-то случилось? Почему ты так смотришь? О чём ты думаешь? Забудь всё Сегодня сто дней со дня нашей свадьбы Иди переоденься Поедем куда-нибудь, отметим это Давай Ты здесь? Да, я Убирайся отсюда Я пришёл Чтобы объяснить тебе Что если ты не будешь молчать То тебе грозит опасность Ты меня пугаешь Вы воруете и продаёте исторические ценности Вы предатели Родины Я всех воздам полиции А если я Убью тебя? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это твоё настоящее лицо, мистер Кумар Ты убийца моей сестры Никогда бы не подумала, что тот Кому я вручила свою жизнь Мог отнять жизнь у моей сестры Будучи моим мужем Ты убил себя в моих глазах А ещё ты убил Не вошедшего в этот мир Ребёнка Я хотела сказать тебе сегодня Что я стану матерью Но вместо этого узнала, что отец моего ребёнка убийца Ты не можешь дарить жизнь Ты можешь только убивать Так убей же и меня Убей своего ребёнка Дэви Я не хочу быть матерью твоего ребёнка Ты не хочешь меня убить Тогда я сама убью себя Пусти 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 Нет, Дэви Дай мне умереть Отпусти, пожалуйста, Дэви Если хочешь, то можешь убить меня Но не делай ничего с собой, чтобы наказать меня Послушай, Дэви Каждый преступник получает наказание, но ему даёт возможность оправдаться Посмотри на меня, Дэви Я стою перед твоим судом Позволь мне всё рассказать Пожалуйста Пожалуйста, Дэви Моё детство прошло незаметно К тому времени, как я повзрослел Отец проиграл всё состояние в азартных играх Даже этот Этот дом пришлось заложить Я просил помощи у родственников Но все до одного мне отказали Мне приходилось бороться за каждую копейку В то время умер мой отец Никто из родственников даже не пришёл Тогда я понял Хороший ты человек или плохой Решает размер твоего кошелька Тогда же я познакомился с Джахмоханом Который был начальником охраны музея Увидев столько дорогих античных вещей В моём сердце зародилась жадность Я стал воровать некоторые статуэтки и продавать за большие деньги за границу Я и Джахмохан Воровали экспонаты музея и ставили на их место подделки В этом деле к нам присоединилась Парвати Хранитель музея Дела пошли в город И я стал миллионером Твоя сестра часто приходила в музей Она могла отличить настоящую вещь от подделки Она заподозрила неладную И потихоньку стала за всем наблюдать Однажды она добралась до нас Я хотел её подкупить, но она не согласилась И тогда... Хватит! Хватит! Я не могу больше слушать Пожалуйста, Деви Нет, Кумар, всё уже закончено Я даже не могла предположить, что ты... Ты убийца моей сестры Я никогда не прощу тебя Поверь мне, я не убивал твою сестру Что ты хочешь сказать? Что это видео не правда? Нет, и видео правильно И твои глаза тебя не обманывают Поверь мне, я не убивал твою сестру Это правда, что в ту ночь я пошёл к Раме, чтобы поговорить Ты здесь? Да, я Убирайся отсюда Рама, я пришёл объяснить тебе, что если... Ты не будешь молчать, это плохо может кончиться Ты меня пугаешь? Вы воруете и продаёте исторические ценности Вы предатели Родины Я вас всех сдам полиции Посмотрим, что вы будете делать Я убью тебя Что ты сделал, Джак Мохан? Достаточно было её запугать, и она бы молчала Она не из пугливых Пошла бы и рассказала всё полиции Тогда всё было бы кончено Нас бы всех поймали Её убил Ты и прячь концы После этого случая я оставил этих людей Потом ты вошла в мою жизнь и изменила её ход Поверь мне, я не знал, что Рама твоя сестра А когда узнал, то было слишком поздно Я ни за что не хотел потерять твою любовь Поэтому я ничего тебе не рассказывал Передо мной стояли твои глаза, а в них всё то Я не знал, что Джак Мохан хочет меня подставить И спрятал тело Рамы в этом доме Которое ты потом нашла В это время Парвати начала меня шантажировать Джак Мохан боялся, что если меня поймают, то его тоже Поэтому он и её убил Даже если я поверю тебе Всё равно ты был заодно с ними Да, Дэви И я должен понести наказание Ты должна завершить дело, начатое Рамой Отдай меня в руки правосудия Дай мне шанс расплатиться за содеянное Иди, Дэви, позвони в полицию Если сейчас твоя рука дрогнет, то я никогда не прощу себя Пожалуйста, Дэви Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Алло? Алло? Джак Мохан Джак Мохан КОНЕЦ Твоя жена стала нашим врагом. Нужно расправиться с ней так же, как и с её сестрой. Мерзавец, если ты хоть раз посмотришь в её сторону, я вырву тебе глаза. КОНЕЦ 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 Дэви! 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 Куда она ушла? Наверное, в полицию. Звук часов. Случайно, не её часы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok